Всем привет! Меня зовут Вадим Долганов и вы смотрите наш второй видео мастер-класс по работе с керамоблоком Paratherm от Winnerberger. Мы будем рассказывать о том, как сделать процесс строительства более простым и эффективным. Этот эпизод будет посвящен следующим вопросам. Как правильно провести штрабление стен, как установить подрозетники и как крепить различное бытовое оборудование. Ну а сегодня помогать и обучать нас будет Сергей. Добрый день! Здравствуйте! Ну что, мы готовы начать? Всегда готовы! Сергей, а расскажите, что нужно учесть для подготовки к процессу штрабления? Прежде всего, нужно соблюдать технику безопасности. Поэтому мы будем использовать очки и респиратор. В закрытых помещениях мы рекомендуем использовать пылесос для того, чтобы снизить количество строительной пыли. А что нужно знать непосредственно для самого процесса штрабления? Это действие мы производим с помощью стандартного штрабореза. А теперь давайте приступим к штраблению. Давайте. После работы штраборезом удаляем сердцевину. Теперь наш канал готов. Все оказалось намного проще. Мы сделали две штрабы для подрозетников. И теперь мы можем переходить к следующему этапу. Для установки в стене или перегородке распаечных коробок, розеток, выключателей делается углубление. Их высверливают электродрелью, снабженной специальной насадкой с алмазным напылением, коронкой. Обработка ударным воздействием запрещается, так как приводит к выбоинным сколам и трещинам. Сначала обрабатываем углубление раствором, а потом устанавливаем подрозетник. И с этой задачей мы с легкостью справились. Ну что ж, движемся дальше? Существует ли какая-нибудь классификация систем крепления для различных предметов? Это хороший вопрос. Потому что в зависимости от веса предметов следует подбирать крепление под него. Легкое подвесное оборудование для картин, часов, книжных полок. Средне-тяжелое оборудование для алюминиевых батарей, телевизоров, зеркальных шкафов. Тяжелое оборудование для раковин, дверей, кухонных шкафов, кондиционеров. Сверхтяжелое оборудование, например, водонагреватели. Для сверления рекомендуется применять сверла из твердых сплавов. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру выбранного дюбеля. А сверлить надо в обычном, но не в ударном режиме. Важно правильно подобрать тип распорного дюбеля, в зависимости от толщины закрепляемого оборудования. Распорная зона дюбеля должна находиться в наружной стенке блока. После того, как мы полностью изучили теорию, самое время приступить к практике. Полностью согласен. Причем для более надежного укрепления будем использовать систему TOX-Бицепс, которую можно купить у дилеров Винербергер. Кто-то, наверное, думал, что все процессы, которые мы здесь задумали, будут тяжелыми, но все оказалось весьма просто. Все дело в правильном подходе. Мы благодарим вас, Сергей, за то, что вы помогли нам разобраться в вопросах строительства и в работе с керамоблоками Паратерм. И вам спасибо, что заинтересованы в этих знаниях. Пришло время прощаться. Смотрите следующие наши выпуски. Ну а пока все. Тепла, уюта и крепких стен вашему дому. Пока! До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!